МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишнс для канала Брянская губерния. О событиях в культурной жизни расскажу вам я, Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 марта отмечается Всемирный день театра. Как известно, слово «театр» произошло от древнегреческого «театрон», что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играют два наиболее популярных жанра – комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски. Особой традицией этого праздника является проведение театральных капустников. Они призваны не только развлекать зрителей, но и выявлять новые таланты, обнаруживать скрытые способности артистов, подготовка к театральному капустнику в полном разгаре. Потому что путь к шестерому залу будет непростым. Чтобы пропадать не зало, они же будут что-то делать, в том числе уже будут зрители, уже будут интересны. Человеку, который придет к нам на 28-го, будет возможность попробовать себя в качестве актера. Можно. Знаешь, что это такое? В этом году капустник будет очень интересным, и мы приглашаем всех зрителей. Знаете почему? Потому что мы первый раз в жизни играем капустник про себя, потому что это год театра, а мы артисты. Поэтому даже когда мы его придумали, нам уже было интересно. Поэтому приходите обязательно. И еще вот одна вещь. Капустник будет длиться три дня, 26-27-го. Самый необычный день – это 28 марта, потому что мы заготовили на этот день огромное количество сюрпризов для зрителей, которые смогут даже попробовать себя в качестве артиста. Артиста. Для наших зрителей мы готовим новую рубрику, которая называется «Годы театра в России» и посвящается. Мы встретимся с актерами трех брянских театров и узнаем их путь прихода в эту профессию. Следите за выпусками программы «Афиша». Дела давно минувших дней. На сцене театра драмы спектакль «Игроки» по Николаю Васильевичу Гоголю. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Мариэл Юрий Ильин. Возможно ли обмануть Шулера? Гоголь в своей комедии говорит «Да». Вот только сделать это могут такие же Шулеры. Детективный сюжет пьесы заставит удивиться даже искушенного любителя головоломок. Не с пола, не с себе и с тем, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, после завтра нет. А на четвертый день насядет на него хорошенько, он скажет «Да». Другой-то только свинью корчит, что он недоступен. Да как? Рассмотришь его хорошенько, так поймешь. Зря прямого подымал. А, наверное, ты не такой, а христианый. В музейно-выставочном центре открылась выставка художника-анималиста Сергея Строганова «Посланники мира». Все работы выполнены в карандаше. Значительная их часть представлена в модном, настоящее время направлении «Гиперреализм». Здесь и развернутые многофигурные композиции, и короткие эпизоды, и портретные изображения. Проект, созданный при поддержке Всемирного фонда дикой природы, призван привлечь внимание к исчезающим видам животных, которых еще можно сохранить на нашей планете. Премьера выставки «Посланники мира» состоялась в 2017 году в Лондоне. В художественном музее продолжает свою работу персональная выставка Татьяны Попсуевой «Композиция счастья». На ней представлены цветные автолитографии и живописные произведения последнего десятилетия, а также ряд новых работ. Мы отправились на выставку и пообщались с автором. Татьяна, итак, перед нами автолитография, да, вот выполнена в одном цвете, и здесь у нас цветная автолитография. Что это за вид графики? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Вообще, литография — это вид печатной графики. Лито — это, значит, камень, значит, печать на камне. И рисунок, соответственно, наносится художникам на специально литографские камни. Потом мастер-печатник обрабатывает их химическим путем, накатывает на них цвет, тот цвет, который нужен художнику, то есть мы работаем вместе. И пропечатывая через станок, получается какое-то количество оттисков. Это делается для того, что, во-первых, уникальна сама работа на камне, то есть так вручную очень трудно исполнить. А потом все-таки имеется тираж. Благодаря тому, что есть тираж, там, 10, там, авторский тираж, это до, ну, даже больше 20 экземпляров, ну, считай, до 20 экземпляров. И можно одновременно экспонировать эти работы на разных выставках. Итак, перед нами литография, которая связана непосредственным образом с брянской историей, да? Да. Что это? Я изучала, прежде чем делать эту серию усадьбы, я изучила, не хотела сделать что-то такое по нашему брянскому краеведческому краю. Ну, как-то завязать, идея была сделать музыкантов, певцов, вот какое-то вот веселье народное. Наверное, такое было состояние, наверное, настроение души. И я стала изучать историю нашего брянского края и, в общем, нашла какие-то документы, где рассказывались, какие камзолы, какие одежды покупались дворянскими семьями. И сделала такую импровизацию. Татьяна, я предлагаю сначала разобраться, что такое парсуна? Парсуна по-другому переводится, произошло от слова персона. Это изображение художниками человека. Художники, первые наши русские художники, это были исполнители икон и церковной живописи. И потом стали появляться портреты, вот нашлись ярославские портреты, это когда купеческие, когда люди стали, простые люди стали заказывать свои портреты в простонародье. То есть это такое первое изображение человека. Изображение человека, да. Как вы обратились к этому, к этой манере письма? Когда я вдруг случайно для себя открыла эти портреты, когда я их уйдела вживую, мне поразила их не внешность, их не искренность, их не духовное изображение. То есть когда главным является не внешность, то есть там прическа, а именно внутреннее состояние. Художник делает черты лица более острыми. Опять появляется мой любимый гротеск немножко в изображении людей. И они становятся живыми, ну как бы говорящими. Когда вот мне довелось рисовать много копий, перерисовать, прежде чем я перешла на свои порсонные портреты, то мне казалось, вот я рисую в музее, мне казалось, что я даже с ними, ну они мне что-то рассказывают. В современном мире все очень быстро меняется. Меняется мода, меняются моды и на лица, и на людей, и на одежды, и на интерьеры. Вот. А это уже проверенное временем, это классика такая, сказать, и она уже, ну, осталась у нас как вот какой-то слой в искусстве, такой, такой пласт в искусстве, скорее сказать, можно. То, что касается вот этих шести картин, которые перед нами представлены, вы сказали, что здесь вы изобразили свою семью, да? Да. Это наша семья. Это полиптих, и на тот момент я сделала такую композицию, которая, ну как бы, может быть, это немножко и мечта была такая моя, и тем не менее реальность, то есть за одним столом, очень хороший праздник, святой праздник Пасхи, собралась вся семья, то есть тут мама, отец, тут есть и, как бы, и мое присутствие, и брат с семьей, и в гости пришла крестница, тут и наши кот, собака, это наши домашние питомцы, все собрались за одним столом, то есть вот такая вот, кстати, в порсунах это, ну, часто используется, эта тема используется, такого теплого домашнего, ну, такая теплая домашняя ситуация. То есть, получается, вы рисовали изначально, вот, например, портрет отца. Да. Изначально в отличной манере, потом стилизовали. Да, стилизовала ее. Мне было интересно, я когда делала этот портрет, я встречалась с одной женщиной, которая землячка моего отца с молодости, и я ее спрашивала, ну, с глазами, ну, со стороны, ну, а как, каким он был? Она, о, как улыбнется, зубки чесночки, то есть вот, 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 еще, вот, потому что в этих портретах немножко еще добавлялась не просто точная внешняя похожесть, а еще вот какие-то вот характерные качества человека. 3 апреля во Дворце культуры БМЗ состоится концерт латвийской рок-группы «Брейнсторм». Международная известность к музыкантам пришла после исполнения песни «Мэйби». Здравствуйте, друзья! Привет большое, мы группа «Брейнсторм», у нас хорошие новости, как всегда. 3 апреля мы будем гостить в славном городе Брянск. Это произойдет в Доме культуры, кстати. В Доме культуры ДМЗ с нашей новой программой «Вандерфул Дэй». Приходите, встречаемся. Новые песни, старые добрые хиты, все будет. До встречи! Чао! Обращаем ваше внимание, что концерт Ирины Богушевской переносится на 17 апреля. Все билеты действительны. И далее новинки киноиндустрии. Боевик «Балканский рубеж», 1999 год. Секретная операция по захвату аэродромов Косово. Этот стратегический объект крайне важен. Российская спецгруппа вынуждена принять неравный бой с террористами. В ролях Гоши Куценко, Милош Бикович и другие. Семейный мультфильм «Волшебный парк Джун». Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный парк развлечений реален, но его существование под угрозой. Война лишь разгорается. Я пришла не раздувать огонь, а погасить. Фантастический боевик «Капитан Марвел» после столкновения с враждующими инопланетными расами пилоты военно-воздушных сил обретают суперсилу и становятся неуязвимой. Героине предстоит совладать с новыми способностями. Я так популярен, что Ее Величество разместило мои фотографии на кружках, смартфонах, брелках, ручках, терках, зонтах. И не только. Весьма впечатляет. Если ты и вправду тот самый Корги, то почему оказался здесь? Бельгийский мультфильм «Королевский Корги». Спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы, вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит знакомство с тайной жизнью улиц Лондона. Планируйте свой досуг вместе с нами. Мы встретимся в следующую пятницу в 19.30. Ну а в любое время посмотреть программу можно на сайте губерния.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова